Саламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Цикл уроков «Как легко научиться читать Коран». Я приветствую вас на четвертом уроке, и сегодня мы выучим три буквы «ТА», «ДАЛ» и «ТО». Эти три буквы встречаются в Коране приблизительно 17300 раз. Итак, расслабьтесь и улыбнитесь. Сделайте глубокий вдох и отключите телефоны. Избавьтесь от всего, что вас может отвлекать. Закройте лишние вкладки на компьютере. И сконцентрируйтесь. Давайте повторим то, что мы уже выучили. Стихотворение о буквах. Произносим на губах. Прекрасно. Многие звуки – заслуга языка. Двенадцать этих букв с кончика его. Запомните это. Потому таким образом вам легче будет запомнить махрадж, то есть артикуляцию букв, их произношение, а это очень важно. Если вы выучите буквы таким образом, то вы запомните, как они правильно произносятся. Вот почему мы разучиваем эти буквы в порядке их артикуляции, и это очень важно. Итак, какие буквы произносятся на кончике языка? Три из них мы выучили на прошлом уроке. Итак, вытяните указательный палец. Видите, здесь деление. И совершайте действия, и показывайте их в тот момент, когда называете буквы. А почему в таком положении «ло»? Потому что это очень плотный, высокий звук. Поднимите руку для высокозвучащих букв и поставьте их в положение вперед, особенно если у буквы большой толстый живот. И следующие буквы. Их мы и выучим сегодня. Первая буква – это буква «та». И что же вы видите здесь? Поднос с двумя помидорами. Как араб скажет это по-английски? «Тре with two tomatoes». Почему? Потому что в арабском языке нет звука «та». Именно поэтому араб скажет «тре with two tomatoes». «Тре with two tomatoes». Вот так выглядит буква «та». В каждом языке имеются свои звуки и особенности. И нам не стоит смеяться над особенностями языка других. А вместо этого будем уважать язык другого народа. Итак, у нас поднос с двумя помидорами. Это и есть буква «та». «Та». «Ту» и «та». Это не буква «та». А «та», как выражение «two tomatoes». Помните это. Как произнести эту букву? Коснитесь кончиком языка корней верхних зубов. Кончик языка касается корней верхних зубов. Как вы можете видеть это на картинке. Буква «та», «да», «то». Все они имеют одно и то же место образования. Каждый урок, который мы с вами разбираем, посвящен отдельной группе букв. И на каждом уроке вы изучите буквы, у которых одно и то же место образования. К примеру, «ма», «ба» произносятся губами. «Ва», «фа» тоже губами. «Та», «за» и «ло». Кончик языка касается края верхних зубов. «Та», «за» и «ло». Их мы изучили на прошлом уроке. А сегодня мы говорим о трех буквах, чьи звуки образуются тогда, когда кончик языка касается корней верхних зубов. Посмотрите, корни верхних зубов, то есть область ближе к челюстям. «Та». Практически у челюстей или на границе с ними. «Та», «да», «то». «Та», «да», «то». А это буква «та». Давайте напишем. Помните, я говорил вам о линиях для букв? Подобно детским прописям. Вертикальная линия, горизонтальная линия, скользящая линия, четверть круга, полкруга, полный круг, поднос, маленькая чашка, большая чашка, язык, маленькая и большая буква «С». Или открытый рот и большой рот. И таким образом, с помощью этих линий можно очень легко написать все буквы арабского алфавита. А теперь давайте напишем букву «Та». Просто используйте линию в виде подноса с двумя точками наверху. Поднос с двумя точками наверху. Вот так просто пишется буква «Та». А как мы напишем букву «Та» в сокращенной форме? Для сокращенной формы мы сначала находим лицо. Буква «Та» располагается в нижней позиции, подобно буквам «Ба» и «Та». Ее вершина, голова, расположена справа. Вот здесь у нас голова, а две точки мы смещаем сюда и ставим соединитель, и он является продолжением вот этой линии. Вот так пишется буква «Та» в сокращенной форме. Два шага. Найдите у буквы «Лицо» и поставьте соединение. А здесь у нас представлена буква «Та» в полной сокращенной форме. Полная сокращенная форма. И обе эти формы имеют соединитель от предшествующих букв. И когда вы ведете линию от соединителя с предшествующими буквами, появляется небольшое изменение в написании. Но по большому счету это не имеет большого значения. А в середине мы ставим две точки. Буква «Та» — две точки, или «Та» — это два помидора. А здесь представлены примеры буквы «Та» в разных словах. Полные сокращенные формы с соединителями от предшествующих букв. Их вы можете увидеть в ниже приведенных примерах. Давайте попрактикуем чтение «Та» со знаком «Фатха». Что такое «Фатха»? Это черточка сверху? Это и есть «Фатха». «Та», 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 «Та». У буквы «Та» также есть значение в очень редких случаях, когда она стоит перед словами, например, «Таллахи», что означает «клянусь Всевышним». «Та» — «Бай Аллах». «Та». «Таллахи». «Бай Аллах». Давайте сейчас возьмем вторую букву. Вторая буква — это буква «Даль». Что вы здесь видите? Вкусный круглый пончик. Если вы откусите этот пончик, покушаете его, то останется лишь половина. И снова арабы или индийцы произнесут на английском «дэмэдж донат». То есть с сильным акцентом, утрируя звук «Дэ». И это поможет запомнить нам то, как произносится буква «Даль». Получается звук, как у арабов, выражение «дэмэдж донат». «Да». Если вы откусите пончик, то получится буква «Даль». Между прочим, буква «Даль» имеет написание, схожее с буквой «Даль». У буквы «Даль» имеется точка, которая представляет усиленное выдыхание воздуха. «Да», 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 «Да». Если вы стираете, убираете, избавляетесь от точки, то получится буква «Даль». Точка уходит, и получается буква «Даль». Это вам подсказки, чтобы запомнить написание буквы «Даль». Надеюсь, они вам пришлись по душе, и надеюсь, они помогут вам запомнить написание различных букв. Итак, это буква «Даль». Она произносится почти как буква «Та», но с большим усилением. Коснитесь кончиками языка корней верхних зубов. Если посчитать, что эти пальцы выступают в качестве зубов, тогда этой рукой я касаюсь корней верхних зубов и говорю «Да», то есть звук буквы «Даль». Давайте напишем букву «Даль». Очень просто. Буква «Даль» похожа на подукруг, как в случае с буквой «Даль». Но у буквы «Даль» еще есть точка. Не думаю, что должны возникнуть трудности в написании. Надо всего лишь нарисовать подукруг. Здесь нет необходимости прилагать какие-то усилия, чтобы правильно ее написать. Буква «Даль» слишком тонкая и маленькая. Так же, как и буква «Вау» и буква «Даль». Буква «Даль» слишком тонкая и маленькая. У нее нет широкого лица, поэтому у нее нет сокращенной формы, а есть лишь полная форма. У тонких букв отсутствует сокращенная форма, а значит, после нее нет соединителя. Она не соединяется с другими буквами, потому что ее невозможно будет распознать среди других букв слова. Такие буквы хотят стоять сами по себе. Итак, вот буква «Даль», и это ее полная сокращенная форма. Они совпадают. «Да, Даль». Но у обеих этих форм могут быть соединители от предшествующих букв. Они допускают соединители от предшествующих букв, но с другими буквами они не соединяются. А так же, как в случае с буквой «Даль», соединитель буквы «Даль» располагается внизу. Не соединяйте букву здесь, сверху. Ставьте соединитель внизу. Запомните, пожалуйста, местоположение соединителя буквы «Даль». «Даль». А теперь давайте попрактикуем чтение буквы «Даль» со знаком «Фатха». «ДА, ДА, ДА, ДА». То есть буква «Даль», но звук «ДА». «ДА, ДА, ДА, ДА». Давайте теперь перейдем к третьей, очень плотной и энергичной букве, букве «ТО». Эта буква очень напряженная, плотная. В ее написании, как вы видите, большой животик, ее такое сложное написание полностью соответствует ее напряженному звучанию. Это буква с высоким звучанием. «ДА, ДА». Когда мы говорили о букве «ДА», вот эта буква. Если вы уберете эту точку, то получим букву «ТО». У этой буквы большой крупный живот «ТО». И это очень напряженный звук. Как произносится буква «ТО»? Уплотните язык и дотроньтесь им до верхней челюсти. Положение языка похоже на то, каким оно было при произнесении буквы «ТА» и «ДА». При букве «ТА» язык мягко касался корней верхних зубов. При букве «ДА» касание проходило уже более усиленно. А здесь сильное напряжение, язык касается верхней челюсти. При этом язык уплотненный. «ТО», 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 «ТО». Что насчет сокращенной формы этой буквы? Давайте напишем сначала букву «ТО», а затем определим, какова ее сокращенная форма. Как в случае с буквой «ДО». Мы сначала рисуем форму в виде языка, а сверху добавляем линию. Но помните, у буквы «ТО» отсутствует точка. Точка означает, что имеет место усиленное выдыхание воздуха. Это очень хорошо было придумано теми, кто составлял арабский алфавит. То есть даже точка у буквы имеет свое значение. Это еще один удивительный факт. И так это буква «ТО», и для того, чтобы определить лицо, мы начинаем с вершины. Но если я начну с вершины, то я не найду ничего, кроме длинной линии, до тех пор, пока не достигну нижней части. Но здесь у буквы большой живот, поэтому лицом буквы «ТО» является ее полная форма. То есть сначала вы определили лицо, а потом ставите соединитель. Итак, это лицо, а сюда ставим соединитель. У нее есть лицо, а значит, есть и сокращенная форма, и соединитель. К примеру, в случае с буквой «ДАЛЬ», мы имеем лишь одну линию. Это маленькая буква, у нее нет лица. А значит, полная и сокращенная формы совпадают. А если у буквы отсутствует сокращенная форма, и обе ее формы совпадают, то значит, у нее отсутствует соединитель. Но если есть лицо, то есть и соединитель. Как писать эту букву? Как мы только что сказали, сначала рисуем форму, похожую на язык, и сверху рисуем линию «ТО». Итак, здесь у нас полная и сокращенная форма, и у сокращенной формы есть соединитель. А также она в обеих формах, как в полной, так и в сокращенной, имеет соединители от предшествующих букв. Здесь у нас примеры буквы «ТО» в разных словах в полной и сокращенной формах. А внизу буква «ТО» в полной и сокращенной формах соединителями от предшествующих букв. Давайте попрактикуем чтение буквы «ТО» со знаком «Фатха». «ТО» Это очень плотный, высокий звук. «ТО» 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 «ПО» 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 «Очень интересно». Давайте попрактикуем чтение новых букв этого урока. Постарайтесь читать вместе со мной, или хотя бы повторяйте за мной. «ПО» «ДА» «ТА» «ПО» «ТА» «Между прочим, это другая форма буквы «ТА». Мне стоило рассказать о ней раньше, но она очень простая. Буква «ТА» писалась таким образом, с двумя точками. Иногда букву как бы складывают и сверху ставят две точки. Круг с двумя точками сверху – это тоже буква «ТА». Такое описание встречается лишь в конце слов. «ТА». И в этом случае у буквы тоже имеется соединитель. Вот таким образом. Итак, это тоже буква «ТА», круг с двумя точками сверху. «ТА». Круг с двумя точками сверху – это тоже буква «ТА». И мы продолжим. Это буква «ТА». И как я только что сказал, у нее есть соединитель. Здесь у нас круг с двумя точками, а также имеется соединитель. Что-то похожее на круг, но тем не менее для вас должно быть важно то, что вы видите две точки сверху, а значит это буква «ТА». И помните, написание в виде круга встречается только в конце слов. Это буква «ТА», «ТА», «ДА», «ТА». Не путайте буквы. Как мы уже знаем, у каждой буквы свое уникальное звучание или написание. Не путайте звучание или написание букв. Давайте посмотрим, что мы узнали. Мы выучили букву «БА» с одной точкой внизу. Буква «ТА» – два помидора наверху или под нос с двумя помидорами сверху. То есть у этой буквы две точки сверху. Это «ТА», а у буквы «ТА» три точки над буквой. А также их сокращенные формы. А на третьей строчке сокращенные формы соединителями. Запомните, точка внизу – это «БА», две точки сверху – это «ТА», и три точки сверху – это «ТА». Обратите внимание на разницу в этих буквах. Первая буква – «ДА», вторая буква – «ЗА». И помните, что точка сверху означает усиленное выдыхание воздуха. А внизу представлены примеры этих букв соединителями. И помните, что у букв «ДАЛЬ» и «ДАЛЬ» соединители располагаются внизу. А также не путайте две эти плотные буквы. Первая буква – это «ТА», а вторая буква – буква «ЛО». И помните, что точка сверху означает усиленное выдыхание воздуха. Это прекрасная подсказка и прекрасное написание арабских букв. Этот большой живот в виде уплотненного языка – все это подсказывает нам, что буквы «ТО» и «ЛО» – это очень высокие и напряженные буквы. И не путайте эти буквы «ТА» и «ТО». «ТА» – два помидора сверху, две точки сверху, на подносе или над кругом. «ТА» – это «ТА», а другая буква – это буква «ТО». «ТО» – буква с животом в форме уплотненного языка, означающего, что произносим эту букву энергично и напряженно. Итак, первая – это буква «ТА», а вторая – «О». А внизу – эти буквы соединителями, а также эти же буквы в сокращенной форме. «ТА» – «ПО». Повторите, пожалуйста, за мной. «ТА» – «ТО». «ТА» – «ПО». «ТА» – «ПО». Давайте повторим то, что мы изучали на предыдущих уроках. Можете прочесть вместе со мной? «МА» «ТА» «БА» «О». «ФА» «МА», «ДА» «ЗО» «БА», «БА», «МА» «amed, «О». «ВА», «РО». «ЗО», «ЗА», «ЗО». Три точки. Одна точка снизу. Микрофон. Очень плотная буква с высоким звучанием. А теперь давайте поиграем в игру. Я покажу вам разные слова, вы будете находить необходимые буквы. Где буква ТА? Две точки сверху. Это третья буква. Где буква ТА в этом слове? Две точки на подносе. В конце слова, последняя буква. Где буква ДАЛЬ? ДАЛЬ. ДАЛЬ это полукруг, откушенный пончик. Где же она? А вот она, в конце, вместе с соединителем. Где буква ДАЛЬ в этом слове? Откушенный пончик. Это вторая буква. Где буква ТО? Очень плотная и напряженная буква с животом в форме языка. Это первая буква. ТО. Где буква ТО в этом слове? Помните, что у буквы ТО есть линия или палка? Буква с животом в форме уплотненного языка и палка. ТО. ТО. Это третья, не вторая буква. Третья буква это ТО. Где буква ТО в этом слове? В этом слове лишь одна буква с животом в форме языка и палкой в конце. Итак, мы выучили. МА, БА, ВА, ФА. Произносим на губах. Многие звуки заслуга языка. Двенадцать этих букв с кончика его. ТРИ, 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 ТРИ. Итого, двенадцать букв. На первом пальце мы запоминали, и будет лучше, если вы будете выполнять действие и говорить ТО, ТА, 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 ТО. ТО тоже очень высокая и плотная, поэтому поднимите руку высоко, чтобы запомнить, что это напряженная буква. ТА, ТА, ТА. Продолжим стихотворение позже. Перед тем, как мы продолжим изучать разговорный арабский язык, напомню следующее. Мы узнали, что ВА означает ИИ, а ФА означает ИТАК. И ТА означает КЛИНУСЬ. Это одно из самых часто встречающихся слов в Коране. ТА реже встречается. Итак, ВА означает ИИ. Вы также выучили ХУА и ХУМ, АнТА, АнТУМ, АНА, НАХНУ. Если вы добавите ВА к этим словам, например, ВА ХУА, получится ИОН. ВА ХУМ и АНИ, ВА АНТА, И ТЫ. ВА АНТУМ означает И ВЫ. ВА АНА означает ИЯ. ВА НАХНУ означает ИМЫ. То есть сегодня вы узнали еще один факт, который вы теперь выучили, и можете практиковать там, где это необходимо. Повторите, пожалуйста, за мной. ВА ХУА, ВА ХУМ, ВА АНТА, ВА АНТУМ, ВА АНА, ВА НАХНУ. ВА ХУА, ВА ХУМ, ВА АНТА, ВА АНТУМ, ВА АНА, ВА НАХНУ. Подобным образом, перед всеми этими словами вы можете поставить слово ФА, то есть ИТАК. ФА ХУА, ИТАК ОН. ФА ХУМ, ИТАК ОНИ. ФА АНТА, ИТАК ТЫ. ФА АНТУМ означает ИТАК ВЫ, ВА АНА, ИТАК Я, ВА НАХНУ, ИТАК МЫ. ФА ХУА, ФА ХУМ, ФА АНТА, ФА АНТУМ, ФА АНА, ФА НАХНУ. То есть слова УА и ФА могут встречаться перед любыми из этих местоимений. Повторяйте их и практикуйте. Это все на сегодня, увидимся на следующем уроке. Спасибо за внимание. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям. Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Субтитры создавал DimaTorzok